В Могилёвской области после вмешательства Комитета госконтроля в сельхозоборот вовлечено около 300 гектаров земель. В текущем году в этой сфере выявлено и пресечено почти 100 нарушений. Они зафиксированы в двух городах и 12 районах. Наиболее распространённые несанкционированные свалки бытовых отходов, ненадлежащее содержание или самовольное занятие площадей. Неэффективное использование участков, на которых расположены аварийные объекты недвижимости. Работников торговли Бобруйска поздравили с профессиональным праздником. Лучших сотрудников сферы за многолетний труд и особые достижения наградили почётными грамотами и благодарностями. Нагрудным знаком вручили юбилейные медали. Без внимания не остались как передовики труда, так и ветераны. К слову, в этом году органы торговли Беларуси празднуют юбилей 100 лет. Благоустройство города идёт полным ходом. На улице Кирова кладут тротуарную плитку. Дороги Бобруйска продолжают покрывать свежей разметкой. Уже нанесено 20 319 квадратных метров. Всего в планах покрыть чуть более 30. Объём значительно превышает прошлогодний. Свежая краска появилась на Батова Октябрьской социалистической Ленина Гагарина Урицкого. Облагораживать собираются по октябрь месяц. Лучшая награда Бобруйский горный отдел по чрезвычайным ситуациям выразил благодарность коллективу информационного агентства Бобруйск Медиа за профессионализм, преданность своему делу, а также тесное сотрудничество, формирование культуры безопасности граждан посредством печатных изданий, радио и телевидения. Спасатели отметили ключевую роль СМИ в повышении информированности населения о правилах безопасного поведения в экстренных ситуациях. Руководитель, управляющий павильоном Республика Беларусь на ВДНХ в Москве компании поделился, какие отечественные потребительские товары пользуются наибольшим спросом у россиян. Стабильно высокие продажи у продовольствия, после – обувь, косметика, трикотаж, чулочно-носочное изделие, нижнее бельё. Также приобретают фарфор и сувениры.